Десятый том книги «Открытым оком», вопрос номер 2388, тема «Проповедь благовестия». «В чем польза ваших занятий в университете? Заметна ли разница в членах общины, когда одни посещают занятия, а другие не бывают на них?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Так заметна разница между посещающими занятия и не бывающими на них, что это даже несопоставимо. В коридоре университета увидел объявление, что будет собрание первокурсников и чтобы обязательно они пришли с родителями. «Вот тебе раз, взрослые ребята и обязательно с кормильцами своими. Потом уже узнаю, что недоросли без этой подпитки, просто прожигают денежки пращеров». «А если дальше смотреть, то оказалось, что есть и такие, кто не посещает занятий и его отчисляют. Но можно было бы оставить на второй год. Так платить же надо и очень много платить. Разница есть между посещающими и пропускающими, а не просто неходящими. Их выгоняют, и они никогда не смогут быть наравне со своими товарищами, которые регулярно на занятиях и корпят над гранитом науки». Там отчисляет ректор и проректор, а вот у нас, похоже, это берется много выше. Решение о пребывании даже в общине и вообще в церкви. Кто не ходит на занятия в университете или в церкви, или в деревне, эти люди не просто отстали безнадежно от церкви местной хотя бы, но они скрылись, их сносит потоком суеты, осуждения нас. Они зарылись в мусоре измышлений против братьев и порядков церковных. Они уже идут в противоположном направлении. Одичав, делаются аммонитянами, кучкуются и начинают воевать даже против своих же единокровных, с кем причащались из одной чаши. Притом это всегда как по шаблону со всеми такими. Они начинают выискивать чем-то недовольных и таких находят только среди тех, кто не ходит на занятия. Занятия – это баня. Это поддержка немощным и подтягивание отстающих. Не нужно говорить, что ты по книгам можешь дома один сообразоваться и столько же получить пользы, как и ходящие на занятия. Иные ссылаются на то, что они дома слушают магнитофонные записи книг Златоуста или Жития. Никогда ты не подойдешь и близко к тем, кто имеет общение. Просто по книгам всему научиться без общения более опытных. Это возможно при систематической направленности и сильнейшей усидчивости и при наличии аналитического ума. А это едва ли дается на 1% читающих самостоятельно книги без живого руководства. Книга о премудрости Иисуса, сына Серахова, 6 глава, 36 стих. «Если увидишь разумного, ходи к нему с раннего утра, и пусть нога твоя истирает пороги дверей его». Сераха 22, 7. «Поучающий глупого, то же, что склеивающий черепки, или пробуждающий спящего от глубокого сна». Сераха 21, 14. «Не научится тот, кто не способен». Книга Приджи Соломоновых, 30 глава, 17 стих. «Глаз, насмехающихся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлиные». Книга Прокории, 23 глава, 17 стих. «Они постоянно говорят пренебрегающим меня, Господь сказал, мир будет у вас. И всякому поступающему по упорству своего сердца говорят, не придет на вас беда». Примером должен быть оригинал, неповрежденная и стертая в кармане. Тот эталон, чьи данные в журнал, что передали тщательной охране. «Все ваши метры, граммы и секунды мы можем к эталону приложить, увидеть разницу в параграфе и пункте, внести поправку на весы, ножи. Так почему не сверить нашу жизнь с оригиналом и еговой данным? Тот эталон передо мной лежит в сосуде, охраняемая манна. Священное писание, священник на аналове, в алтаре, во храме, на исповеди, как в торговле ценник, обязан применить, а не кукиш в кармане. Любой вопрос, недоумение, споры, так просто по писанию разрешить, заучивая от корни и до корки, от корки и до корки, немеря на свой подпиленный аршин. И стрелка задрожит сигналь о красном, зашкалит за опасную черту. В предание заползать весьма опасно, надеясь на традиции утюг. Краили и кромсали по пустыням затворники, отшельники и авы. Без Библии в анабиоз застыли. Бог слово искажать свое не дал им права. Лишь Библия есть вышний эталон. О том и Никон, и Аввакум позабыли. С упорством каждый жал на свой уклон, подмешивали в манну тонны пыли. Не нам судить представших их на суд, их, как и нас, судить дано лишь слову. Его апостолы с поклоном к нам несут, а мы, мы принять слово их уже готовы. 25 июля 2004 года. Игнатий Лапкин Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok